из материалов у меня здесь эластичная сетка белая обычная сетка эластичная тянется во все стороны у меня вот здесь бархат тоже эластичный можно взять любую другую ткань которая тянется хорошо из нее мы будем делать крестики поэтому да там ее вообще немного надо здесь трикотажная бейка эластичная это резинка на пояс ее нужно столько сколько у вас обхват под грудью застежка у меня вот такая можно взять просто крючок бельевой бретельная лента меня атласная с одной стороны и мягкая с другой стороны ее нужно будет два с половиной три метра вот это кстати тоже два с половиной три метра лекала трусиков лекала бра два кольца два регулятора зоркий глаз твердая рука уверенность хорошее настроение все поехали чашки для бралета буду вырезать сразу две складываю ткань пополам закалываю лекала по боковым срезом припусков не даю так как буду обрабатывать трикотажной бейкой по низу даю два два с половиной сантиметра на пришивание к резинке вот здесь как раз боковой средств здесь припуска нет обязательно перевожу вытачку с лицевой стороны и с изнанки для того чтобы наизнанку перевести вытачки закалываю эти линии булавочками потом переворачиваю с стороны также их рисую не забываю также отметить на чашечках где центральная где боковая трусики буду кроить одной деталью складываю сетку пополам на сгиб прикладываю переднюю половинку трусиков к ней подсоединяю заднюю половинку то есть бокового шва здесь не будет заднюю половинку загибаю наискосок обвожу все это дело припусков также не даю потому что будет все это обрабатываться трикотажной бейкой обвожу просто и по контуру вырезаю то есть из задней части трусиков у нас будет только небольшой треугольник чтобы вырезать крестики складываю ткань пополам делаю такие два прямоугольничка длиной 10 сантиметров шириной 4 сантиметра перекрещиваю их и вырезаю на трусиках будет вот такая небольшая декоративная деталька круглая обвожу нужного диаметра что угодно можно использовать и внутри вырезаю крестик и и Субтитры сделал DimaTorzok Обработку начну с того, что устачаю вытачку, срежу припуск на 0,5, отогну его на боковую сторону и пройдусь еще по нему зигзагом, чтобы этот шов был плоский. Вообще так не делают обычно, этот припуск не срезают. Так как у меня будет все сверху закрыто крестиками из бархата, то я не парюсь. Крестиками прикладываю в произвольном порядке. Обильно закалываю, можно приметать. Пришиваю мелким зигзагом примерно 1 на 2 мм. То есть длина стежка 1, ширина строчки 2 мм. Прохожусь ровно по периметру, по краю этого креста, пришиваю его к сеточке. КОНЕЦ Края чашек обрабатываю трикотажной бейкой. Просто вкладываю край, загибаю бейку и прохожусь белевым стежком. Ширина, точнее длина стежка 1 мм, ширина 5 мм. Резинку хорошенько так натягиваю, потому что она очень мягкая, если ее не натягивать, она пойдет волной. Центральную часть резиночку отрезаю в край, боковую, оставляю хвостик и пришиваю колечко. Готовые чашки прикладываю изнаночной стороной к изнаночной стороне резинки. Нахожу центр резинки и прикладываю чашки внахлёст сантиметра на полтора друг на друга. Резинку слегка натягиваю для того, чтобы эти чашки в процессе пришивания слегка присборились. Хорошо закалываю, равномерно с обеих сторон слежу, чтобы все было одинаково, на одинаковом расстоянии друг от друга. Прошиваю на машине зигзагом также 1 на 5 по нижней стороне резинки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Срезаю припуски, все вот эти лохмоти, которые могут торчать. Отворачиваю чашку и уже теперь пришиваю снова, также по нижней стороне резинки. Изнанка у нас остается вот такой чистой, закрытой, без всяких открытых срезов. Срезаю припуски, все вот эти лохмоти, которые могут торчать. Срезаю припуски, все вот эти лохмоти, которые могут торчать. Срезаю припуски, все вот эти лохмоти, которые могут торчать. Срезаю припуски, все вот эти лохмоти, которые могут торчать. Срезаю припуски, все вот эти лохмоти, которые могут торчать. Клейфу осталось только пришить бретели и все, он полностью готов. Момент, когда я пришивала застежку, я его пропустила, там не на что смотреть. Бретели обычно пришиваются с задней стороны на уровне сосков, обычно это происходит сантиметров по 10 влево и вправо от застежки. Закалываю бретели сначала к задней стороне, вымеряю, чтобы они были на одинаковом расстоянии друг от друга от застежки. Затем вставляю бретель в регулятор, в кольцо, которое на чашке и снова в регулятор. Если вам не понятно, как я это делаю на видео, вы можете просто взять любую бретель от вашего любого бюстгальтера и там более детально и конкретно рассмотреть, как это все происходит. Ничего сложного в этом тоже нет. К трусикам пришила вот эту декоративную деталь. Пришивала также коротким зигзагом 1,2 миллиметра. То место, где обычно в трусиках проходит ластовица, я решила обработать белой бейкой, потому что мне показалось, что если там в этом месте будет бейка красного цвета, будет смотреться немного пугающе. Если вы так не считаете, может сделать красный. Просто вкладываю нижний срез, там где ластовица, вкладываю его в бейку и прохожусь белевым стежком. Точно так же, как я делаю это со всеми остальными трикотажными бейками в этом изделии. Пришила бейку в том месте, где ластовица, пришила бейку по бокам. Теперь складываю трусики таким образом, чтобы половинка выкройки была на середине. Теперь мне нужно отмерить ленту, которая пойдет по талии. Отмеряю на трусиках минус где-то 3-4 сантиметра для сборки. В том месте, где у нас пройма для ножек, куда мы будем ноги вставлять, по ластовице и по выкройке и готовым трусикам также отмеряю трикотажную бейку минус 3-4 сантиметра. Заготавливаю их две штуки, стачиваю в кольцо и пришиваю. Вот здесь видно, как я вкладываю край трусиков и какая-то часть этой трикотажной бейки у меня останется, так сказать, в свободном полете. Просто складываю ее пополам и прошиваю зигзагом. Трусики полностью готовы. Нахожу у передней части середину. Отмеряю бретельную ленту длиной, равную от того места, где вы носите трусики, до того места, где начинается у вас бралет. Добавляю сантиметров 5 на регулировку. Вставляю все это дело в регулятор, в кольцо, снова в регулятор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для чокера беру отрезок примерно 25-30 сантиметров. Правый край вставляю в крючок. Левый край вставляю в регулятор. Кольца здесь уже не будет. Сама петля, образованная регулятором, она и будет являться застежкой для крючка. Небольшой отрезок также пришиваю по середине чокера и вставляю его в кольцо, которое идет от портупеи. По всем местам крепления прохожусь мелким-мелким зигзагом вперед-назад 1 на 2 миллиметра. Продолжение следует... Ну что, как вам? Напишите мне в комментариях. Для первого свидания, конечно, диковато, но на второе в самый раз. Вот что у нас сзади. Та-дам! Круто! Напишите, какие вы бы хотели еще увидеть от меня шедевры. Я постараюсь что-нибудь из этого воплотить. Пока желаю вам любви, красоты, доброты. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok